Ледяное лето не стало помехой для открытия первого за всю историю округа официального пляжа. Сейчас рабочие устанавливают буйки и ограждения, информационные стенды и кабинки для переодевания. На будущем пляже побывала и наша съемочная группа. Подъехать к Голубым озерам сейчас непросто. Дорога местами затоплена так, что преодолеть преграду сможет не всякий внедорожник. Обустройство пляжа на Крайнем Севере – своего рода эксперимент. В Заполярье не так часто бывают теплые дни, поэтому люди стараются не упустить возможность позагорать и искупаться. Теперь это можно будет сделать в обустроенном месте. Будут стоять кабинки для переодевания, будет два биотуалета, будут урны для сбора мусора. Также флаг, что будет стоять с флагами желтый и черный, желтый – это купание разрешено, черный – это купание запрещено. Купаться здесь станет безопасно. Водолазы убрали с одного озера мусор, очистили береговую линию. Официально пляж откроется после положительного заключения инспекции по маломерным судам. Его должны выдать, как только будут установлены буйки, кабинки и стенды. Сразу после этого на пляже появится дежурный персонал. Здесь получается не пляж, а место массового отдыха населения, которое не предусматривает работу спасателей, каких-то профессиональных подразделений спасателей. Поэтому здесь будут находиться люди, которые будут смотреть за порядком. Однако назвать открытие пляжа своевременным язык не поворачивается. Лето в этом году жарой не радует. Очередь из желающих искупаться на первом в Ненецком округе официальном пляже почему-то не выстроилась. Наверное, всему виной погода. Все-таки плюс пять и ледяной ветер – не самое лучшее время для купания. Для открытия пляжного сезона только снега не хватает. Синоптики обещают потепление уже завтра, а на ближайшие дни прогноз неблагоприятный. Дожди и температура воздуха не выше плюс 15. Так что помочь эксперименту не провалиться может только закалка северных жителей.